Морской муравей Порт Южного з цієї сторони – це сам порт, а з цієї сторони, ближче до заводу, розположена адміністрація. Це такий орган, який управляє всіма процесами на акваторії. Акваторія – це водна частина нашого порту. Функціонального судна «Сіант», яка не має аналогів серед судин даного типу. Тема роботи при необхідності назву графічного редактора, в якому була виконана робота. Кожен участник може надіслати до п'яти робіт. Наступна номінація, назва номінація «Короткий кадр». В ней беруть участь діти віком від 15 до 18 років. Записываю презентацию, але ми будемо теж вручати. Тобто, подумайте сам, ну допустимо, денежне премі, цінний подарок, грамот, муравей. Дякую за перегляд! Наступна номінація «Тема роботи». Текст набраний на комп'ютері 14 кеглем «Тем'ю Роман» через півтора інтервали. Кількість учасників не обмежена. К тому, що ми вас награждаємо, ми добавляємо в цьому гаду денежне рознаграждення. Дякую за перегляд! 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 Заразічний спортсміні біля cultural процентів Нужно подготовиться, продумать, кто будет выступать в какой номинации, кто к чему больше тяготеет. И поэтому начинается с апреля месяца. Сам конкурс будет в конце октября. Он приурочен, вы знаете, к Дню Черного моря. Поэтому первые недели начала учебного года у всех детей, конечно, они связаны с другим, с адаптацией, с какими-то другими нюансами. А так у них есть возможность полнокровно участвовать, зная о том, что это будет в конце осени. И получить действительно какое-то наслаждение от своего творчества. Мы специально делаем сейчас презентацию для того, чтобы у детей, преподавателей было время все это осмыслить и начать уже этой весной. Все работы будут стекаться к нам в конкурсную комиссию. Потом они, как обычно, будут выставляться в музеи нашего профилактории, для того, чтобы люди могли увидеть. Потом будут заседать жюри, подводить итоги. И, наконец, будет награждение, как обычно, у нас в администрации Борта Южной. С каждым годом увеличивается. Уже, я не помню, по-моему, больше двухсот человек. Это достаточно здорово. Думаю, что после такой презентации всех школ, в этом году, во-первых, разница еще, что еще одна школа, которая в предыдущие годы не участвовала, это вторая школа. Значит, она будет участвовать. Это, само собой, добавит количество. И плюс, вот такая, с моей точки зрения, прекрасная презентация нашего конкурса добавит однозначно общее количество участников. Об этом конкурсе, честно говоря, мы слышали, детям рассказывали о нем, но, наверное, плохо доносили, не так было как-то рассказано им об этом конкурсе. К сожалению, были работы, но были работы слабенькие, мы их просто выставляли у себя в школе. Вот в этом году мы с Игорем Андреевичем решили к этому вопросу подойти, скажем так, кардинально. То есть мы решили, что так как вот экологическая обстановка в стране у нас не на высшем уровне, и уже детям донести, что надо, они будущее наше поколение, что надо как-то принимать какие-то меры. Поэтому мы большое спасибо представителям порта, что они согласились к нам прийти со своей презентацией. Очень доступно все детям рассказали, с видеослайдами. И дети очень внимательно слушали, они тоже нас похвалили за то, что на самом деле с большим интересом все воспринимали. И я думаю, что у нас в этом году должно быть очень много участников и, надеюсь, будут победители. Так как у нас школа, скажем так, экспериментальная, и дети именно средней школы, у них пятые классы идут в экологическое направление. То есть мы попросили учителей экологии, биологии и также географии подойти послушать, чтобы они помогли детям где-то в каких-то вопросах разобраться. И пригласили в полном составе пятые классы и частично детей, шестые, седьмые, ну и уже там старшую школу. Те, которые вот хотят и будут участвовать, те, которые талантливые детки, которые заинтересовались этим вопросом. Вот пришли они, сейчас первая была встреча. Все придут дети младшей школы. То есть я думаю, что наше будущее поколение мы уже будем воспитывать, начиная с младшей школы. Я думаю, что денежное стимулирование для нас это подтолкнет тоже учителей, может даже и самим быть инициаторами каких-то работ. Я думаю, что если мы будем видеть, что работа где-то может на слабом уровне, скажем так, но ребенок старался, и чтобы его как-то поощрить тоже, то мы обязательно сделаем выставку. Например, в младшей школе это будут рисунки, какие-то работы, и тоже будем стараться наградить этих детей у нас в школе. Меня очень вдохнуло, потому что я сама по себе творчая людина, очень люблю малювать, творить. И для меня это было очень интересно, потому что, ну, не для подарков, не для этого, а просто взять участие и посмотреть, какие другие дети это все там створили. Потому что это очень интересно. Я малювала малюнок на тему экологии, по-моему, это была номинация, что-то на кшталтах «Спасти природу». Я сделала, как мотивацию для людей, что наша природа – это наш общий дом для всех, и что мы не должны с него утикать кудись в инше место, а должны его каждый раз покращивать своими справами, своими творчостями и думками. Я заняла третье место, но когда я брала участие в позе минулого года, я тоже там делала работу, буклет, но я не пришла. Потом я так саджу и думаю, ну, возможно, там что-то иное было. И потом я такая, ну, я должна еще раз это сделать, потому что мне это очень понравилось, и это очень интересный конкурс, и я хочу, чтобы все в этом участвовали, потому что это не для подарков, потому что все так говорят, ось, там подарки прикольные, но ты, даже когда участвовешь, у тебя уже развивается какая-то своя творчость, уже какая-то крапочка, которая была у тебя, то она уже стает более развинутою. Я очень хочу участвовать в минулой, потому что все другие, ну, для меня они как-то, ну, не те, чтобы не подходят, они мне не очень понравятся, а минулой там я больше за все могу висловить свои почутки, свои думки и творчость показать. Ранее логотип был, ну, менялся, а сейчас он стал такой уже постоянный и индивидуальный. В прошлом году я не достигла такого высокого результата, но надеюсь, что в этом году я буду принимать участие и добьюсь все-таки призового места и смогу сделать хорошую работу. Меня заинтересовали номинации рисунок и еще одна номинация там, где надо было сделать видеоролик или какую-то композицию, связанную с петь песню или сделать театральную постановку. Мой папа работал в порту, мама сейчас работает в порту, и этот конкурс связан с Южненским портом. Я бы хотела участвовать в этом конкурсе, чтобы мама мной гордилась, смотрела и понимала, что она вложила меня не напрасно все свои старания, и все-таки я хотела бы победить в этом конкурсе. Основной организатор и инициатор данного конкурса – Южненская филия администрации морских портов Украины. Они проходят этот конкурс уже в четвертый, а функция виконкому тут больше информативна, и больше, скажем так, сопроводжувальна. Мы работаем с школами, мы передаем информацию, и мы распространяем эту информацию, и мы пытаемся как-то залучить детей до этого конкурса. Мы чувствуем, что он больше стает, скажем так, вагомнейшим и значущим. Найбільше – это, что увеличивается количество детей и количество тех, кто хочет принимать участие в этом конкурсе. Дуже важно также наголошить детям про то, что их участие, их работа – это не просто, скажем так, заради винограда, або заради победы. Это певный конкретный внесок их, даже в свое подальше будущее, потому что через этот конкурс они добывают какие-то знания и какие-то навыки, в том числе, которые надобятся им, возможно, в том числе, в сфере навколоочного средствования или в другой деятельности. Останний конкурс очень сильный был, очень сильный своими работами, и победы конкурсов были очень идейные, скажем так, были, скажем так, сильные. То есть у них был великий сміст и великая така виховальна функция.